Давайте более подробно посмотрим обводку. Мы уже знаем некоторые функции по работе с обводкой, но давайте посмотрим более подробно. Допустим, у меня такая звездочка, это замкнутая кривая. Я могу выбрать любой внутренний цвет, внутреннюю заливку, внешнюю обводку, толщину. То есть обводка по толщине и по цвету выбирается здесь. Здесь мы уже это много-много раз делали. Также нарисую карандашом, не кистью. У кисти своя история, свои дела, свои режимы. Именно карандашом, простую, не замкнутую кривую, тоже задам какой-то цвет обводки, какое-то толщину. И более подробно обводку посмотрим на панели обводка. Строк Ctrl F10. Все панели без исключения находятся в меню Windows. И здесь уже отделю панель, разверну полностью щелчками по стрелкам и выделю пока только звездочку. То же самое, что мы делали до сих пор на панели Ctrl, на панели опции, эта толщина я могу выбирать здесь. Но, кроме толщины, я здесь вижу очень много разных опций. Например, кап, концы. Концы не замкнутой кривой. Они по умолчанию срезанные. То есть узел находится на краю обводки. Если они нам нужны как скругленные, мы выбираем вторую кнопочку. Внешне очень хорошо они описывают и подсказывают. И квадратные концы, когда узел остается внутри, в глубине этой обводки. Срезанные, скругленные и квадратные. Что касается кернер, углов. Пожалуйста, это уже в той ситуации работает, когда у вашей обводки есть углы, повороты. Углы по умолчанию. Такие острые, но они могут быть сглаженными или срезанными. Острые, сглаженные, срезанные. Обратите внимание на поле лимит ограничения. Лимит активируется только тогда, когда я выбираю угол кернер. Угловой, острый. Я не скажу, что вам часто придется что-то здесь редактировать, но все же покажу ситуацию. Точнее, специально создам такую ситуацию. Допустим, есть что-то, какая-то фигура, какой-то текст, где вы вдруг решили задать помимо заливки еще и какую-то обводку. Заливка желтая, обводка такая коралловая, она довольно толстая. И в какой-то ситуации мы замечаем, что появились такие рожки, выступы. Чтобы избавиться от них, мы, во-первых, можем углы делать сглаженными или срезанными, они исчезают. Но если нас не устраивает такая ситуация со сглаженными или срезанными углами везде, мы хотим сохранить острые углы, но без рожек, без этих выступов, то мы в такой ситуации просто ограничиваем их появление до 3-4 единиц. Они просто исчезают. Еще раз повторюсь, это довольно редко возникает, вот такие рожки, выступы. Я специально создала такую ситуацию. Но если возникнет, вы просто уменьшите это значение, появление таких вот выступов. Далее. Только для простой замкнутой фигуры Align Strokes выровнять обводку только для простой замкнутой фигуры. Для не замкнутой или для текста это не работает. Только для простой замкнутой фигуры. Смотрите. По умолчанию, посмотрите, пожалуйста, всплывающие подсказки, последнее слово. Обводка по центру выравнивается. То есть толщина обводки делится пополам, половина от Pad выходит наружу, другая половина от Pad попадает вовнутрь, на заливку. Если вас не устраивает такая ситуация, вы можете изменить, допустим, Inside, поставить всю толщину обводки, 16 пунктов, вовнутрь этого контура. От Pad все 16 пунктов попали вовнутрь. Если же наоборот вас не устраивает то, что страдает заливка из-за толщины обводки, вы хотите освободить заливку от обводки, вы можете выбрать вариант Outside, наружу. И здесь заливка ничуть не страдает из-за толщины. В более старых версиях с не замкнутой фигурой однозначно это не будет работать. В более старых версиях мы всегда вынуждены были текст преобразовать в кривые. Сейчас уже это работает с обычным текстом тоже, точнее предлагается. Но для более корректной работы текст в любом случае лучше преобразовать в кривые. Create Outlines и, пожалуйста, Inside, хотя полностью заливка исчезла, и Outside. Заливка желтая, уже видна, и вы можете разгруппировать с разными элементами, по-разному работать. Заголовки, подзаголовки, очень эффектно можно получить вот таким образом. Преобразовать в кривые и отправить обводку наружу, Outside. Пунктерная линия, Dash Line. Вы можете просто включить галочку и уже увидите результат. Dash – это штрих, размер штриха. Gap – это расстояние. Вы можете Dash задать любой размер, Gap – задать тоже любое расстояние. Иллюстратор предлагает три разных штриха, выбираясь ли одной линии. Штрихи, пожалуйста. Разные штрихи, разные расстояния. Вот как-то так. Если вас не устраивают второй и третий штрихи, вы можете просто delete, удалить их. Очень интересно работают штрихи, если учесть, что у них тоже есть концы, у этих штрихов тоже есть концы. Так почему бы не воспользоваться этой возможностью? Концы Gap – можно делать не только срезанными, но и скругленными. Вам нужны сосиски? Пожалуйста, нарисуйте линию, Dash Line, и выбирайте концы скругленными. Обратите внимание, по умолчанию как будто штрих делится пополам в концевых точках. Если вас не устраивает такая ситуация, если вы хотите сначала получить сразу штрих с полным размером, то вы выбираете вот эту кнопочку. Пожалуйста. Сначала штрих получается с полным своим размером. Или если хочется все-таки пополам оставлять штрихи в конце, то вот эту кнопочку выбираете. Очень хочется вам сейчас показывать вот наконечники. Наконечники, стрелки. Хочется нарисовать новую линию карандашом. Ни в коем случае не кистью. У кисти своя отдельная история. Но я вижу, что мой карандаш рисует только сосисками уже. Дело в том, что есть сильнейшая память у программы Иллюстратор. Мы это уже с вами изучали. Мы знаем, что у текстовых панелей есть Reset, команда Reset. Но, увы, у панели строк такой команды нет. И чтобы недолго искать, что было включено для предыдущей линии, а чтобы быстро одним кликом восстановить все умолчания, в такой ситуации мы просто пользуемся кнопкой Default, Fill and Stroke. Или просто клавиша D на клавиатуре. Для новой линии мы нажимаем D или эту кнопку и рисуем, пожалуйста, линию. Сделали сброс одним вот только нажатием на эту кнопку. Задам новый размер, другой размер. Снизу вверх я так нарисовала эту линию. Это очень важно, так как внизу это стартовая точка. Для стартовой точки выбираю вот такой наконечник. А наверху концевая точка. Для концевой точки во втором списке выбираю другой наконечник. Наконечники вместе с обводкой тоже масштабируются, но их можно масштабировать отдельно. Под каждым наконечником Scale, масштаб. Допустим, 25% для этого наконечника, а для другого наконечника 45%. Наконечники по умолчанию находятся как будто внутри под. Если их хочется поставить снаружи, то вы у кнопки Align выбираете первый вариант. Снаружи. Внутри, снаружи. И как эффект можно сюда добавить разные профили, чтобы толщина обводки не везде одинаковая была, а разные такие переходы, пожалуйста, можете выбирать разные профили. Кстати, через панель EPRES мы можем добавить к одному и тому же объекту несколько обводок и несколько заливок. Это, во-первых, очень легкий объем сохраняет. Во-вторых, редактируются узлы и сегменты только одного объекта. Например, я беру звездочку и хочу добавить к этой звездочке еще заливку, еще обводку. Есть одна заливка, узорная. Я хочу добавить еще и градиентную заливку. В меню этой панели выбираю Add New Fill, добавить новую заливку. И вижу, что получилась копия уже существующей заливки. Копия неинтересно. Вместо этой узорной заливки выбираю такую вот градиентную. Или давайте вот такую возьму сейчас градиентную. Могу задать радиальный режим. И, конечно, очень интересная тоже функция. У каждой заливки или обводки своя команда Opacity. Своя команда непрозрачности. Это все делается только здесь на панели Appearance. Для градиентной заливки я выбираю Opacity чуть меньше, допустим, 70%. Для узорной заливки Opacity 100%, а для градиентной заливки уже 70%. Хочется еще обводку добавлять. Без проблем в меню панели Appearance Add New Stroke. Добавить новую обводку. И вновь получается копия уже существующей. Копия, конечно, неинтересна. Я выбираю другой цвет, другую толщину. И если хочется пунктирную линию получить, то я здесь, уже здесь, а не на панели строк, нажму на слово строк, открою уже знакомую панель строк и задам Dasheline. Я могу задать штрихи и интервалы абсолютно произвольно, любого размера с любым расстоянием. Пожалуйста, все описание этого выделенного объекта вы видите на панели Appearance. Эти элементы перемещаются. Вы можете перетащить оранжевую обводку, поставить под коричневую, если, конечно, это интересно будет смотреться. Вы можете менять местами эти заливки. Допустим, я поставлю сейчас узорную заливку на переднем плане, градиент остался на заднем. То есть, это спокойно перемещается. Пожалуйста, попробуйте. Также есть задание с подробным описанием, вам даже записывать ничего не надо. Находится в том же разделе 6 строк обводка. И я здесь все описание уже дала. Первый шаг, второй, третий и так далее. Все делается через панель Appearance Add New Stroke. Для удобного редактирования одной единственной кривой мы создаем для этой кривой несколько обводок. Ну что ж, первая обводка нижняя, она черная, толщиной 18 пунктов. Вторая обводка, она находится над первой, добавляется уже через Add New Stroke. Белая обводка 16 пунктов и там есть штрихи. Чтобы открыть штрихи, мы делаем клик по слову строк, включаем Dashline, штрихи с толщиной 1 пункт и интервалы между штрихами 2 пункта. Третью обводку, которая находится над 2-ой, мы тоже добавляем через Appearance Add New Stroke. На сей раз черная, без штрихов, толщиной 14 пунктов. Но я вижу, что здесь локальная память иллюстратора сохранила штрихи. Ничего страшного, я щелкну по слову строк этой черной обводки и просто отключу Dashline. И четвертая, последняя обводка серая 12 пунктов и тоже со штрихами щелчок по слову строк, штрихи включаем, толщина штриха 20 пунктов, интервал 10. Конечно, любые вариации здесь возможны, так что поэкспериментируйте смело. Это не 4 объекта, это 1 объект с 4 обводками. Это безумно удобно редактировать. Попробуйте. 6 7 7 8 8 9 11 11 14